Полгода назад Мини предложила для экстремальной версии John Cooper Works ещё более горячий вариант с приставкой GT. Это, как показали тесты, самый быстрый автомобиль марки. Под капотом установлена двухлитровая турбочетвёрка отдачей свыше 300 сил, с которой работает 8-диапазонный автомат. Найти механическую коробку, которая бы переварила огромный крутящий момент, инженеры Мини просто не смогли. Опознать самый быстрый Мини поможет двухэтажное антикрыло на крыше и массивные накладки на боковинах. Вдобавок к хэтчбеку достались более производительные тормоза. Салон отличается не только особенной отделкой и фирменным декором. Задних сидений нет вовсе, а за передними креслами расположена поперечина-усилитель, задача которой повысить жёсткость кузова. Тираж исполнения GP всего 3000 машин. Как выяснилось, в России попадут 30 из них, ради чего российский офис Мини только что оформил сертификационные документы. Роторно-поршневые двигатели конструкции Феликса Ванкеля впервые появились на автомобилях Мазда более полувека назад. Однако с прекращением выпуска модели RX-8 эти моторы ушли в историю. Как оказалось ненадолго, японская компания официально подтвердила, что роторно-поршневую начинку вскоре получит кроссовер Мазда MX-30. Напомним, что MX-30 стал первой электрической моделью Мазды. Несмотря на то, что для электромобиля была разработана собственная платформа со встроенной литиево-ионной батареей, с точки зрения дальности пробега машина получилась провальной. На одной зарядке паркетник проезжает только 200 километров. Поэтому японцам пришлось задуматься над гибридом, чтобы владельцы 30-к получили больше свободы. Как выяснилось, у гибридной версии кроссовера роль бензинового генератора будет отдана компактному и легкому роторному двигателю. Точные данные пока не публикуются, однако японцы уверены, что такая машина будет очень популярна среди клиентов. При благоприятном исходе необычный гибрид может выйти на рынок до конца этого года. Продолжение следует...